Сейчас мы посмотрим со стороны все упражнения Многие начинающие атлеты делают ошибку Схват берем поуже Говорить мы будем о прокачке спины, бицепсов Друзья, всем привет! С вами вновь Сергей Коширин И сегодня у нас на повестке дня турник плюс гиря Мы продолжаем наше погружение в атлетизм И если говорить о турнике и гире в связке, то говорить мы будем о прокачке спины, бицепсов рук и бицепсов бедер Сегодня мы снимаем видео вот на такой вот олдскульной площадке, с которой все и началось Именно здесь я делал свои первые подтягивания Колотил руками вот в эту макевару, которая же очень много лет здесь стоит Бросал эту старую покрышку, ее до сих пор никто не утащил Спасибо всем тем, кто не задумался об этом Очень часто покрышки уходят с площадок, это здесь живет долго И живет и здравствует Я даже вижу, что с ней занимаются, потому что она вся грязная, вся в следах от тренировок И видно, что летает по всей площадке, вся площадка усеяна кругами от этой покрышки Многие начинающие атлеты делают ошибку, приходя на площадку без четкого плана, не понимая, что им делать И начинают делать все подряд Подтягиваются, отжимаются на брусьях, бегают, прыгают Все в одном флаконе, в итоге ничего точно не прорабатывается четко Вроде бы все тело получает нагрузку, но каждая конкретная мышца получает ее в минимальном объеме Результатов нет, устал, центральную нервную систему нагрузил, ушел домой ни с чем Мы так делать не будем Мы разобьем все наши действия Во-первых, на мышечные группы, четко подберем упражнения под те группы, которые хотим прорабатывать, прокачивать Это самый важный момент в вашей уличной тренировке Сразу определитесь с тем, какие мышцы у вас сегодня должны работать Не надо бомбить все сразу и перегружать свой организм Коли мы притащили на площадку гирю Решили заниматься на турничке Значит мы будем говорить о развитии широчайших бицепсов рук и бицепсов бедер Как я уже сказал в начале Что нам для этого подойдет? Ну конечно же подтягивания Мы берем в свою программу подтягивания широким хватом Подтягивания узким обратным хватом Таким образом мы очень хорошо включим и широчайшие, и бицепсы сразу В двух упражнениях Для того, чтобы дополнить нагрузку на спину, а особенно на нижнюю часть спины Мы берем гирю, делаем махи, делаем мертвые рывки с пола Помимо того, что мы в этих упражнениях включим и спину, и бицепсы Мы задействуем еще и бицепсы бедер Вот эти группы мышц нужно прорабатывать на улице вместе В спортзале немного все делается по-другому Там есть тренажеры, железо, веса и так далее Там хоть каждую мышцу отдельно бомбите Здесь нужно искать связки мышечных групп, которые работают вместе в конкретных упражнениях Вот махи, гирь и подтягивания можно прекрасно слить В проработку бицепсов бедер, спины и бицепсов рук Надо отметить, что практически в любых упражнениях Ну если касаться уличных упражнений, у вас работают мышцы брюшного пресса Также мышцы брюшного пресса работают отлично в совокупности с широчайшими Когда вы делаете подъем в передний вис Это классное специфическое упражнение Освоить его достаточно просто Фиксироваться не надо в висе Нужно просто подняться и опуститься Но это упражнение будет отличным дополнением к вашей тренировке на турнике и гире Субтитры делал DimaTorzok В данном упражнении мы поднимаем себя за счет широчайших мышц спины И удерживаем прямое положение горизонтальное в пространстве за счет мышц пресса Дополнительно мы поддерживаем себя нижней частью спины Потому что эта часть тоже работает в качестве стабилизатора Прежде чем что-то снимать, я всегда пишу вот такой вот огромный план У меня здесь все по пунктам, все расписано К чему я об этом говорю? Ребят, все очень просто Прежде чем идти тренироваться, вы тоже пишите вот такой вот план На бумажке, в телефоне, где хотите План всегда должен быть хотя бы у вас в голове Если у вас хорошая память На основании вышеперечисленных упражнений я уже составил для себя план В наш сегодняшний план входят 8 широких подтягиваний, 16 махов гири, 8 выходов в передний вис 16 мертвых рывков, по 8 на каждую руку 8 узких обратных подтягиваний и 16 взятий на грудь, по 8 на каждую руку Зачем взятия на грудь? Потому что они дополнительно проработают бицепс Между упражнениями я буду отдыхать по 30 секунд И постараюсь выполнить 4 раунда Вообще, для качественной проработки мышц достаточно проработать 3-4 раунда Но отдых должен быть минимальным От 30 секунд до минуты Если вы первый раз обкатываете комплекс, то, конечно, минута Сейчас мы посмотрим со стороны все упражнения Как их нужно выполнять А после я сделаю комплекс уже вживую, онлайн Итак, первое упражнение в нашей схеме Это широкие подтягивания, широким хватом Используем обезьяний хват Накрываем турник большим пальцем сверху Таким образом у нас не будет заламываться кисти Подтягиваться нам будет комфортно Максимально широко, но так, чтобы подтягиваться было удобно Чтобы это не вызывало никаких негативных ощущений в плечах и в спине Следующее упражнение Это классические махи Зарядили ноги и выстрелили гирю перед собой До параллели с землей На два дыхания делаем Внизу выдох, вверху выдох В промежутках набираем воздух в легкие Если вы хотите узнать про мах гири подробнее, посмотрите вот это видео Третьим упражнением идет выход в передний вис Его мы уже показывали, поэтому я коротко по нему пройдусь Хват берем поуже Не нужно слишком широко хвататься, будет неудобно выходить Задача включить широчайшие А в данном упражнении для этого достаточно узкого хвата Вот так даже можно браться спокойно Следующим номером идет у нас мертвый рывок гиря Делаем мы его с пола взрывным усилием ног Поставили гирю на пол Схватились Зарвали ногами Протянули вдоль корпуса И вырвали над собой Далее обратные подтягивания узким обратным хватом Большой палец рекомендую оставить снаружи грифа То есть не хвататься за гриф в хват А делать обезьяний хват только с другой стороны Вот так Таким образом кисть не будет испытывать неприятных ощущений Чем уже беремся, тем лучше нагружаем бицепс Подбираем максимально комфортное положение руд для себя Для меня это вот примерно так И подтягиваемся Подбородок обязательно заносим за перекладину Внизу чуть-чуть оставляем согнутыми локти Совсем небольшой угол Чтобы не травмироваться и не снимать нагрузку с бицепса И в финале нашего раунда Но не комплекса Будет взятие на грудь гири Брать будем с виса Здесь с пола дергать не нужно Здесь задача поработать спиной Но на самом деле лучше работать с одним подседом Не как делать гиревики Здесь вы наоборот Минимизируете нагрузку на мышцы И стараетесь как можно дольше отработать Это гиревой спорт Нам это не нужно Нам нужно зарядить спину, бицепс и бедер Соответственно один подсед Также с одним подседом мы сильнее загрузим руки Потому что если не будет вот этого инерционного разгона Бицепсы будут сильнее включаться в работу Если вы уже настоящий титан уличного атлетизма И эта тренировка вам покажется легкой Берите две гири с собой И делайте тяжелую Тяжелая состоит из тех же широких подтягиваний Но делаем уже 12 повторов Мах двумя гирями Точно так же как одной Только в каждой руке по гире Делаем 12 повторов Выход передний вис 12 повторов Рывок двух гирь Но лучше делать уже с виса, а не с пола 12 повторов вес будет намного выше Соответственно работать будет лучше с виса 12 узких обратных подтягиваний И 12 взятий двух гирь на грудь Здесь так же статично работаем Только с двумя гирями Ну и конечно же чем больше вес гирь Тем тяжелее вам придется Если на турничке вам уже кажется Что лайкец 12 повторений Да повесьте вы гирю на себя Пояс 16 килограмм на себе Все Спина будет как просто у Годзиллы Или Кинг-Конга А теперь пробомбим тренировочку онлайн Как я и обещал Я всегда выполняю свои комплексы Чтобы не прослыть болтуном Как много сейчас болтунов в ютубе Поехали ребята Опа Сделали 8 30 секунд отдохнули Пойдем махать гирями Пока одной гири Второй нет у меня просто Еще 4 раза Вы там смотреть еще не устали? 30 секунд отдыха У меня они пролетают незаметно Я даже ждать не буду Передний виз Есть 8 раз Взрываем Взрываем гирьку с пола По 8 раз На каждую руку ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы показать комплекс, я взял 16 кг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но я думаю, с 24-кой будет тяжело всем. 32 уже уровень про. Узкий и обратный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть 8. И заканчиваем взятиями на грудь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух, есть. Раунд закрыт. 30 секунд отдыха. И фигачим еще 3 раунда. 16-ка это хорошее кардио. Возьмите 24 кг. Будет хорошее силоухо. Возьмите, попробуйте с двумя 16-ками сделать тяжелый комплекс. Кстати, пишите в комментариях. Если хотите посмотреть тяжелый комплекс в моем исполнении, делайте запросы. Если это будет интересно, если вы сделаете много просмотров и лайков на этом видео, я обязательно сделаю второе. С тяжелой тренировкой. Помните, друзья, уличный воркаут прекрасно зачитается с гиревым фитнесом. Это две составляющие одного крутого целого, настоящего уличного атлетизма. Если вы хотите развиваться в трех аспектах настоящего атлета, это функциональность, сила и эстетика, тогда уличный воркаут и гиревой фитнес. Вы можете сюда добавлять еще дополнительные компоненты, так сказать, подсыпать приправы, сэндбэги, работа с резиной, прыжковые тренировки, забег спринта. Все это можно делать на улице. Все это позволит вам развиваться гармонично и функционально. Вы будете отлично выглядеть, вы будете способны на все и готовы к любым неожиданным ситуациям. Если у вас заходит видео, если вам нравится то, что я делаю, ставьте лайки, обязательно делитесь видео с вашими друзьями и знакомыми в соцсетях. Давайте делать наше сообщество огромным, сообщество сильных и здоровых людей. Задавайте вопросы в комментариях и до новых встреч. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok